Гайкадзор сегодня один из преуспевающих округов Анапы. Здесь на сход собрались более ста человек. Многие из проблем, которые были озвучены, уже решаются. Однако за один день все сделать нельзя. Возможности бюджета не безграничны. Много мы сделали, я вам это говорю как глава администрации, но еще больше бы хотелось сделать, потому что впереди много работы. Я думаю, что при помощи, основной помощи нашего муниципалитета мы выполним поставленные задачи на текущий период, а может быть даже и немножко перевыполним. Елена Богачук выступает с предложением. Жители округа хотели бы принимать участие в работе ярмарок-привозов, но не круглогодично, а в определенные периоды. Например, весной, когда созревают урожай черешни и клубники или необходимо продать мелкой партии птицу. Я не держу курей круглый год образно, и у меня нету возможности их продавать круглый год. Но какой-то избыток у меня есть. Каких-то 10 курей или 20 индюков я могу продать. Черешня идет сезонно, тоже точно так же. Я согласна, одно дело, когда есть какие-то точки, и они платят какие-то определенные суммы за эту точку, дорого для них, это недорого, но они продают там и апельсины, и бананы. Ради бога, это люди работают на этом месте. А у меня просто есть избыток, который я хочу реализовать. Я согласна ее отдать дешевле, потому что мне дальше надо идти и работать. Здесь же принято коллегиальное решение. Елену Богачук назначают куратором по этому вопросу. У нее будет прямая связь с ответственными за это направление структурами администрации муниципального образования, которые будут помогать ей. Сама Елена станет координатором процесса. У нее можно будет получить консультацию и разрешение на торговлю. В Витязево также полный зал. Людям сегодня не безразлична судьба и благосостояние округа. Будущее их детей. Передайте, пожалуйста, от имени общественности благодарственное спасибо Юрию Федоровичу Полякову. Он обещал мне, что такое состоится, и он его выполнил. Эту практику нам надо продолжить. Ну хотя бы за полугодия собираться вот в таком. И я уверен, что село придет сюда. Многие жители села Витязева жалуются на регулярное отключение света. Глава объясняет, на данный момент идет модернизация изношенных сетей, что позволит в летний период сделать бесперебойную подачу электроэнергии для жителей и гостей села. Я понимаю, что это создает многие неудобства. И восточная улица пострадала. И еще будут капли тянуть. И я вам хочу сказать, что видите, сегодня положение с энергоснабжением гораздо лучше, чем в городе. Это полностью мы отключаем, мы переходим с РП, пионерские, мы переключаем полностью всю курортную зону, разгружаем зону. И никому же не нравится отключение. Я понимаю, не нравится разрытие, но и не нравится также отключение, которые были веерные. Помните, у нас были веерные отключения и летом, и зимой, и так далее. Если Кубань Энерго предпринимает какие-то шаги в этом плане, того, что, ну да, разрытие не нравится. Но давайте немножко потерпим еще. У жителей Благовещенского сельского округа другая, не менее наболевшая проблема. Это обеспечение Благовещенской пожарной машиной. Регулярно горят плавни и сухая трава. Пожарные прибывают из Анапы только через 40 минут. Все это время жители своими силами борются с огнем. Глава округа Александр Косенко успокаивает селян. В этом году и эта проблема будет решена. Кубань Спас делает у нас на базе МЧС наше, на пляже, как раз эту машину, которую вы хотели, она в этом году у нас будет. Это не моя прихоть, это действительно по плану, который должно это было сделать. Все озвученные вопросы главы сельских поселений возьмут на особый контроль. Тут важна слаженная работа общественников и самих жителей в тесном сотрудничестве и контроле со стороны администрации города. Такие встречи с местным населением планируется провести во всех сельских округах муниципального образования. Руслан Душевский, Анапа. Регион.